К нашему эфиру присоединяется эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко. Иван, рады приветствовать. Добрый вечер, слава Украине! Героям слава! Вечер добрый. Иван, как вы считаете, какие возможности на сегодняшний день есть у украинской разведки по определению местонахождения и ликвидации российских военных преступников за рубежом? Я думаю, это обязательно будет и дипломатия, и внешняя политика, и, конечно же, украинская разведка там, где дипломатия не будет помогать, выдавать и привлекать к ответственности российских военных преступников, там будут работать спецслужбы. Это будет, это уже, ну не побоюсь этого слова, это хорошая традиция сделать так, чтобы любой подонок, любой нарушитель нормы правил ведения войны, нарушитель гуманистических ценностей должен быть привлечен к ответственности. И поэтому, конечно же, я понимаю, после войны это станет важным делом для украинских спецслужб, но во время войны у нас много работы в Украине, и если и ликвидируются какие-то из наемников, убийц и преступников, оставивших свой кровавый след в Украине, то это, скорее всего, делается, так, походя, скажу, да, то есть, между прочим, например, там, где удается нашим спецслужбам их достать. Я больше склоняюсь к тому, что все-таки основные силы украинских спецслужб, любых спецслужб на сегодняшний день сконцентрированы прежде всего на то, чтобы изгнать наших врагов, изгнать российских оккупантов из украинской земли. А дальше можно, конечно, будет вместе с остальным цивилизованным миром сделать все то, чтобы они понесли заслуженное наказание. Мы помним, был определенный период, когда Пригожин и его Вагнера, так называемые, это была какая-то страшная сила, которую очень сильно пиарили на пропагандистских площадках Российской Федерации, но, как отмечают, опять же, военные, они были достаточно агрессивной силой. После смерти Пригожина было расформирование этого чувака, но, очевидно, какие-то бойцы остались. Вот хотелось бы у вас спросить, насколько они влияют на ситуацию на фронте, кем они сегодня являются, и можно ли сказать, что они несут большую угрозу для нас? Нет. Конечно же, большой угрозы они не могут нести, поскольку те остатки, ошметки так называемого ЧВК Вагнера, они, скорее всего, думают о том, как спасти свои собственные шкуры, а не о том, как бы поскорее умереть в украинской земле. Поэтому, конечно же, большинство из них постаралось скрыть свои следы, убежать, скрывшись то ли в Беларуси, то ли на больших просторах России, то ли убежав за границу. Те же несчастные, конечно же, в кавычках несчастные, которым не повезло куда-то убежать и скрыть свое лицо, скрыть свою биографию, те вынуждены сейчас пополнить ряды смертников, воюющих в украинской земле. Да, мы их видим, мы их видим под Бахмутом, мы их видим под Авдеевкой, где, конечно же, российская пропаганда и в некоторой мере общественное мнение романтиков от оккупантов, этих циничных пособников информационных убийц и насильников, она, конечно же, старается держать еще более-менее в тонусе информацию о том, что вагнеровцы, мол, имеют хороший опыт ведения войны и могут чем-то помочь на том или ином участке фронта. Но они даже россиянами воспринимаются, опять же, как те, которые умеют быстро и в большом количестве гибнуть, не достигая при этом поставленных целей, если и достигая, то исключительно первыми победами. Тогда, когда жертвы, понесенные во имя этой победы, никоим образом не оправдывают любых достижений. Поэтому, конечно же, у них не завидная роль в любом подразделении, где бы они ни были. Я думаю, тот пафос, которым сопровождает остатки вагнеровцев российская пропаганда и часть общественного мнения по так называемым военкорам российским, это скорее романтическая дань прошлому, но точно не помощь им в будущем, поскольку я думаю, что они даже в современной российской армии, скорее всего, зневожаются в украинском языке, да, вряд ли пользуются уважением. То есть можно сказать, что от любви до ненависти? Конечно же, конечно же. И понятно, что у них, кроме мифологизированной военной истории, кроме этого, у них еще есть и образ мятежника. А образ мятежника российским обществом, мятежника, который посягнул на святое, на святое, конечно же, в социологическом определении, да, они понимают, что мы понимаем, что Путина поддерживают государственность российскую, еще поддерживают путинскую государственность. И поэтому, конечно же, мятежники против этого, они должны подвергаться, как минимум, осуждению. И поэтому у Вагнеровцев такая двоякая информационная составляющая по подходам к ним. С одной стороны, да, вроде бы военные, воевали, кроваво воевали, много. А с другой стороны, это мятежники, которые посягнули на российское государство. И вот в этом, в этих особенностях они должны как-то жить и выживать. Я думаю, им нелегко, а мы сделаем все, чтобы им было еще тяжелее, чтобы каждый из них понес заслуженное наказание. Думаю, не ошибусь, утверждая, что судьба российских военных преступников предрешена. Тем временем, немецкое издание Corrective сообщает, что российские торговые компании продолжили закупать оружие из Европы и Америки, несмотря на санкции, которые вводились еще с 2014 года. Это года, когда Россия развязала войну против Украины. По информации журналистов издания, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ импортировала около 7300 единиц огнестрельного оружия, среди которых было порядка ста снайперских винтовок и почти 8 миллионов патронов от западных производителей. Среди таких производителей, кстати, довольно известные, Смиттендвессен, ГЛОК, расследователи проанализировали открытые источники, пришли к выводу, что часть этого оружия использовалась на войне против Украины. В частности, бойцы частной военной компании Вагнер использовали, вновь Вагнер, оружие от Desert Tech, а бывший вице-премьер России Рогозин позировал на фотографиях с ГЛОКом, а также с винтовкой AR-15. Корректив отмечает, что оружие попало в РФ из третьих стран, например, с началом полномасштабного вторжения вырос импорт охотничьего и спортивного оружия из Германии в Объединенные Арабские Эмираты, Хорватию, Венгрию, Казахстан, Северную Македонию, Польшу и Узбекистан. Прокомментируйте, пожалуйста, для начала цифры, которые называли 7300 единиц огнестрельного оружия западных производителей. Много, мало? Это немного. Это, понятно, немного. Речь идет сейчас о сотнях тысяч, которые работают на фронтах единиц огнестрельного оружия. Но, конечно же, это качественное оружие. Конечно же, нам хотелось бы, чтобы наши партнеры более жестко относились к тем правилам поставки таких подобных вооружений, торговли с теми странами, которые позволяют себя нарушать. Режим санкционный относительно России, которые являются участником серых и черных схем по поставке через третьи страны России этих вооружений. Конечно же, мы понимаем, что цивилизованный мир работает над этим, и здесь мы видим результаты этой работы. Постоянно та или иная цепочка прерывается, те или иные форточки или двери закрываются, и, конечно же, мы понимаем, что работа в этом направлении ведется. Но проблемы остаются. Проблемы не уникальные. Я вспоминаю исторический опыт, имеются четкие свидетельства и доказательства того, что во время Второй мировой войны после того уже, как Япония активно напала на Соединенные Штаты Америки и организовал бойню в Пёрл-Харборе, еще через год, в 42-м году некоторые компании, некоторые компании Соединенных Штатов Америки воевали с нацистской Германией и с некоторыми странами, ее сателлитами. Они где-то из непонимания, где-то из жадности, алчности, но вместе с тем процесс демократии предусматривал, и даже они активно защищали себя тогда в судах, и защитили во множестве судов. Они говорили, мы должны исполнять контракты, поскольку контракты были длинными. Например, мы в 42-м году должны были меди-никель поставлять нацистской Германии. Вот такие приблизительные разговоры велись, поэтому ситуация не уникальная, цивилизованный мир после этого сделал еще во время Второй мировой войны очень серьезные выводы. Понятно, что оно и сейчас работает, но Россия, конечно же, прибегает к множеству ухищрений для того, чтобы обойти границы, обойти правила. И я думаю, что после того, как Россия потерпит сокрушительное поражение во время украинско-российской войны, она, ее жители, ее граждане станут серьезным вызовом для цивилизованного мира, поскольку контрабандные вот эти вот все способы, конечно же, вызовом в том, что касается незаконной преступной деятельности, уже в экономическом плане, они очень и очень будут искушенными в том, каким образом преодолевать правила и законы по торговле, например. Будут главными контрабандистами в мире, то есть мы с этим будем обязательно иметь дело. Да, ну и будем знать, наверное, частично, как с этим бороться. Других можем научить. Иван, спасибо большое. Спасибо за комментарии, спасибо за оценку ситуации. Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, был с нами на прямой связи. Спасибо. Спасибо.